ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я руководитель добровольцев, и вот сейчас у нас в студии Ксения Кабанова, помощник руководителя информационного отдела православной службы милосердия. Ксения, чем вы занимаетесь в службе милосердия, чем занимается информационный отдел? Здравствуй, Ирина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я расскажу сегодня не про информационный отдел. Я расскажу про одно из направлений работы, которое с информационным отделом связано. Но связано с еще одним замечательным отделом, работа которого все время остается за кадром. Но это наша передовая. Этот отдел называется отдел просьб. На телефоне работает специальная административная сестра милосердия, есть и такая, которая ежедневно принимает несколько десятков звонков с просьбами о помощи. И вот она должна понять, как мы можем помочь позвонившему нам человеку. И как? Как осуществляется помощь? Когда поступает звонок, конечно же, просьбу о помощи необходимо проверить. Потому что, сами понимаете, время у нас очень интересное. И могут звонить люди, действительно нуждающиеся в помощи. А могут звонить люди, которые таким образом просто добывают себе хлеб на пропитание. В плохом смысле этого слова. Поэтому каждая просьба, она, конечно же, проверяется. Вот сотрудники отдела просьб собирают документы. Если поступает заявка, ну, например, что нужно собрать деньги на лечение ребенка, на реабилитацию ребенка, то обязательно мы звоним в медицинские реабилитационные центры и узнаем, действительно ли такой ребенок направлен на реабилитацию, какие процедуры ему необходимы, сколько это стоит. То есть вот проводится такая разыскная следовательская работа. Когда просьба все-таки берется в работу информационного отдела, тогда специальный человек, который по просьбам специализируется, а так получилось, что это я, начинает подбирать слова, как кратко и точно выразить нужду человека. Потому что за любой просьбой, которую мы выражаем в двух-трех абзацах, стоит целая жизнь. Особенно если речь идет о жизни с ребенком-инвалидом. То есть я понимаю, что у мамы были непростые беременности, роды, непростое детство. И вот теперь очередная реабилитация. И нужно подобрать такие слова, чтобы вот боль этой мамы передать людям, которые могут откликнуться на эту просьбу. То есть моя задача составить текст так, чтобы пошел на нее отклик. А сколько всего, ну вот просьб, допустим, в месяц к вам поступает, сколько из них удовлетворяется? Ну давайте я скажу за год, потому что меня снабдили статистикой за год. За год наш отдел просьб принимает примерно 290 заявок. И 140 вот за прошедший год просьб были переданы в работу. 140 просьб. Это, конечно же, 140 разных ситуаций. Может быть, совсем мало времени у нас остается. Какие-то самые интересные истории, с которыми вы сталкивались в ходе вашей работы? Знаете, была одна просьба, за развитием которой, за сбором денег, на которую мы следили с особым трепетом. Мы собирали на корову. Нетипичная просьба. Многодетной семье нужна была корова. Примерно 30 тысяч она стоила. Сумма небольшая. И как-то мы так очень весело и быстро на нее собрали. И вот уже в течение нескольких месяцев ребята из этой семьи пьют собственное парное молочко. Еще были просьбы сезонные. Например, мы собирали на дрова для наших подопечных, проживающих в области. Собирали добрые люди на пластиковые окна в квартиру одного инвалида, который просто замерзал в течение нескольких зим. Люди откликнулись, окна ему вставили. И он, по крайней мере, вот этой зимой 2014 года смог как-то из валенок выбраться. Поэтому просьбы, они очень разные все. Но, как я уже сказала, с особым трепетом мы внимательно следим, как они собираются. Потому что бывают такие паузы, когда просьба зависает. И я вижу, что не сдвигается сумма. Каждое утро выходишь на сайт, смотришь, а сумма все та же. И думаешь, что? Что случилось? С чем это связано? Неужели кризис? Неужели какие-то политические проблемы? Что? Начинает вся служба молиться о наших благодетелях, которые вот так вот полептия со всей России собирают. И, наконец-то, этот градусник, мы его называем, там красная такая полосочка, которая показывает набранную сумму. Наконец-то, градусник показывает, что сумма набрана. Это вообще праздник для очень многих сотрудников православной службы милосердия. И, конечно, самый приятный момент, это когда мы благодарим наших добрых жертвователей. Мы уже некоторых знаем по именам, хотя не знаем лично. Поэтому, если вы сейчас нас смотрите, низкий вам поклон за вашу отзывчивость. Спасибо, Ксения. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете заходить на сайт екбмилосердия.ру, звонить по телефону 200-0704, если у вас есть возможность помочь тем, кто обращается в службу милосердия, если вы заинтересовались теми просьбами, которые туда поступают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok